Диагноз подтвердился. У школьников из Каратайки диагностировали сальмонеллез. Состояние детей и взрослых удовлетворительное. Праздники без происшествий. Учреждения и ведомства округа подводят итоги январских праздников. Некоммерческие организации выставляют кандидатуру в общественную палату. В Ненецком округе формируют новый состав совещательного органа. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. У 14 детей, попавших в Ненецкую окружную больницу из Каратайки с острой кишечной инфекцией, подтвержден сальмонеллез. Данные приводит Роспотребнадзор по Ненецкому округу. Анализы остальных госпитализированных еще проходят лабораторную проверку и будут известны в ближайшее время. По словам главврача окружной больницы Андрея Дедова, состояние 21 пациента из Каратайки удовлетворительное. Теперь департамент образования и правоохранительные ведомства выясняют, что стало причиной массового отравления. Школа в поселке Каратайка на сегодня единственная из сельских образовательных учреждений, где питание организовано на условиях аутсорсинга. Завтраки, обеды и ужины детям готовит Каратайское потребительское общество. Повара организации работают на базе школьной столовой. Готовят из продуктов, которые поставляют в поселок, тоже потреб общества. За четыре месяца работы к качеству питания и продуктов претензий не было. Инцидент с массовым отравлением произошел во время школьных каникул. Время на место питания детей было изменено со школьной столовой на кафе. Все праздничные дни, потому что все сотрудники находятся на выходных, а нужно обслуживать и систему водоснабжения, и канализации. Стояли сильные очень морозы за 40 градусов. И в плане того, чтобы сберечь, так скажем, систему теплоснабжения и водоснабжения в школе, вот было принято такое решение. Никто же не думал, что кафе у нас что-то там такое. Кафе тем более функционирует. В нем проводятся праздники, дни рождения. Мы проводим там выпускные вечера, то есть оно функционирует. 6 января в Каратайку срочно был направлен спецрейс. На нем увезли 12 детей, проживающих в интернате. Причина срочной госпитализации – острое пищевое отравление. Через день в Ненецкую окружную больницу было доставлено еще семь воспитанников интерната и повар-кафе. Кроме того, два сотрудника кафе и воспитатель интерната проходят лечение на дому в поселке. На сегодняшний день в инфекционном отделении находится 20 детей, один взрослый. И на лечении в самом поселке Каратайка находятся 4 взрослых и один ребенок. Состояние детей и взрослых на сегодняшний момент удовлетворительное. Намечена тенденция на выздоровление. У всех пациентов взяли пробу биоматериала. 14 детей уже получили диагноз – сальмонеллез. Как правило, бактерии попадают в организм при употреблении пищевых продуктов. Но чаще всего мясо животных и птиц, а также яиц. Что стало причиной массового отравления, выясняет Роспотребнадзор по Ненецкому округу. На вертолете санзадания в поселок вылетали сотрудники ведомства и взяли пробы продуктов, готовой продукции, смывы с оборудования, инвентаря, посуды, столовых приборов, биоматериалы, контактных людей. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования кафе, в котором было организовано питание детей во время новогодних каникул, это было кафе Каратайского потребительского общества, были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. По данному факту сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу деятельность кафе временно была приостановлена. И документы направлены в Наринмарцкий городской суд. Эпидемиологическое расследование будет проводиться в течение месяца. Оно позволит выяснить, что стало причиной заражения – продукты, готовая продукция или санитарные условия в кафе. Кроме того, профильный департамент выясняет, почему дети питались в кафе, а не в школьной столовой. В рамках контракта была предусмотрена организация питания на базе школьной столовой. Но мы проводим сейчас служебную проверку, почему именно в период этих каникул именно дети питались на базе столовой потребительского общества. Потому что контрактом предусмотрены именно эти процедуры. То есть полностью столовая школьная, она соответствовала всем требованиям санпина. И нареканий со стороны Роспотребнадзора к ней не было. На месте будет работать и прокуратура. По словам представителя ведомства, за последние годы – это первый случай массового отравления детей в Ненецком округе. Наша основная задача для того, чтобы в дальнейшем у нас не было подобных ситуаций. То есть мы будем выяснять основное, в чём всё-таки кто виноват. То есть виноваты – это ненадлежащее качество продуктов, или это всё-таки уже организация питания ненадлежащим образом, либо это ненадлежащее хранение. До начала учёбы инфекционисты проведут противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить вспышка эпидемии. Заболеваемость ОРВИ в округе снизилась на 47%. По данным мониторинга Роспотребнадзора по округу, в первую неделю 2017 года зарегистрировано 277 случаев острых респираторно-вирусных инфекций, в том числе 216 у детей. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Показатель заболеваемости ОРВИ населения округа составил 63,9% на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 28%. По сравнению с последней неделей 2016 года, заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась в целом по Ненецкому округу на 46,9%. Осенью прошлого года в рамках прививочной кампании противогриппозную вакцину получили 17 265 человек, что составляет 100% плана. Согласно требованиям Минздрава России, охват вакцинопрофилактикой должен составить не менее 40% от численности населения субъекта. Праздничные дни в Ненецком округе прошли без серьезных происшествий. Оперативные службы и органы власти региона подвели итоги новогодних и рождественских праздников. На период празднований полицейские были переведены на усиленный режим несения службы. По данным окружного ОМВД, обстановка в эти дни оставалась стабильной. Праздничные мероприятия прошли без нарушения общественного порядка. Так, всего было зарегистрировано 8 преступлений, из которых 6 раскрыты и 12 ДТП. Как отметили представители главного управления МЧС по Ненецкому округу, чрезвычайные происшествия за это время также не произошли. В связи с аномально низкими температурами воздуха в системе жизнеобеспечения было отмечено 19 отключений. Из них 4 электроснабжения, 6 водоснабжения и теплоснабжения 9. Нарушения были устранены в кратчайшие сроки. Ненецкая окружная больница отработала праздничные дни в интенсивном режиме. За это время в скорую помощь поступило 606 вызовов, 219 из которых касались детей. В приемный покой обратились 330 человек, госпитализирован 161 заболевший. Амбулатор на помощь получили 169 жителей. Губернатор Игорь Кошин поблагодарил глав муниципальных образований и оперативные службы за организацию дежурств и прохождение праздничных мероприятий в штатном режиме. До 1 февраля Минфин и Минэкономразвитие должны внести в правительство предложение о корректировке бюджетного законодательства в части предоставления субсидий регионам. Это одно из поручений, опубликованных на сайте Кабинета министров по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах. Субсидии с федерального бюджета должны поступать в регионы, исходя из потребностей в развитии отрасли экономики и социальной сферы субъектов России. Кроме того, должен учитываться уровень их расчетной бюджетной обеспеченности. Получается, что на конкурсной основе в виде грантов и субсидий их будут получать регионы, достигшие наивысших показателей развития экономики и социальной сферы. До 1 марта 2017 года поручено заключить с регионами соглашение о предоставлении им субсидий из федерального бюджета на этот год. Особый акцент должен быть сделан при этом на необходимость сохранения мер поддержки семей, где родились дети. Ненецкий округ приступил к формированию нового состава региональной общественной палаты. О начале соответствующей процедуры объявило собрание депутатов округа. Прием документов от некоммерческих организаций региона уже начат и продлится по 30 января. В соответствии с окружным законом в новый состав палаты войдет 21 представитель некоммерческих организаций. По 7 членов палаты утвердят губернатор и собрание депутатов. Еще треть будет избрана путем голосования уже избранными членами палаты. Срок полномочий нового состава общественной палаты составит 3 года. Некоммерческим организациям, которые намерены представить своих кандидатов в члены общественной палаты, предстоит подготовить пакет документов, утвержденный постановлением главы региона. Документы необходимо представить в департамент региональной политики. На основе предложений НКО губернатор утвердит список кандидатов, из которого впоследствии будет сформирован новый состав палаты. Кандидатов на должность мэра объявят 30 января. В Наринмаре стартовал прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Честный, порядочный и энергичный горожане рассказали, каким должен быть будущий мэр окружной столицы. На должность градоначальника через конкурс. В Наринмаре идет прием документов от потенциальных участников на должность мэра. Заявить о своем участии можно до 16 января. Сам конкурс по отбору состоится 30 января. Конкурс будет проводиться в форме собеседования с каждым претендентом отдельно. Кандидат будет оцениваться на основании представленных им документов и результатов собеседования. Стать новым главой Наринмара может любой желающий. Главное – соответствовать заявленным требованиям. Все они прописаны в положении конкурсу. Предпочтительными требованиями являются наличие высшего профессионального образования, а также знания и навыки, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, правотворческой деятельности, ведения деловых переговоров, публичного выступления и многие другие. Оценивать претендентов на должность мэра будет специально созданная комиссия. Пятеро членов конкурсной комиссии от городского совета были избраны городским советом путем открытого голосования, рейтингового голосования. И набравшие наибольшее количество голосов вошли в конкурсную комиссию. Это пятеро депутатов. Далее пятеро членов конкурсной комиссии был назначен губернатором. И губернатор руководствовался, самое главное, чтобы были представлены, так как у нас будущий мэр города должен руководить всё-таки хозяйством, самое главное, да, у нас был представлен руководитель департамента строительства ЖГХ, энергетики и транспорта. Представителем комиссии мы избрали, уже комиссии избрали Михаила Викторовича Васильева. Затем также у нас представлены ещё три человека, которые от губернатора. Это руководитель кадров, специалист по работе по местному управлению. И также представитель губернатора окружного собрания. В качестве методов оценки кандидатов будет применяться оценка представленных программ, резюме иных документов и собеседования. Последняя конкурсная комиссия проведёт отдельно с каждым из кандидатов. Собеседование будет личное. Если кандидат не пришёл на комиссию на 30 января, в 10 часов утра, то считается, что он снял свою кандидатуру. И, соответственно, он не будет рассматриваться уже. Конечно, путём собеседования. Как раз путём собеседования будут являться его личности, умение разговаривать с людьми, умение договариваться. У нас потому что по положению именно тот же критерий такой есть. Умение договариваться, умение разговаривать с государственной властью, потому что это очень важно для муниципалитета. После отбора конкурсной комиссии не менее двух кандидатов будет представлено городскому депутатскому корпусу. Им предстоит открытым голосованием на сессии простым большинством голосов избрать одного кандидата на пост градоначальника. Сессия состоится в феврале, а к исполнению полномочий новый мэр приступит уже в марте. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». К будущему городоначальнику предъявляется ряд серьезных требований. Кандидат должен иметь опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет или стаж государственной либо муниципальной службы не менее трех лет, знать Конституцию Российской Федерации, законодательство по вопросам деятельности органов местного самоуправления, Устав муниципального образования, муниципальные нормативные правовые акты. Каким должен быть новый мэр, а в частности, какими качествами должен обладать будущий городоначальник, мы спросили у жителей Наринмара. Мэр должен быть молодой, энергичный, чтобы у него были цели города, цели людей, жителей округа, города, чтобы побольше уделялось внимание молодежи, детям. Чтобы быть честный и не воровал. Вот так. Во-первых, должен быть честный, добропорядочный и помнить всегда, что он работает и живет для людей. И для людей и работать. Заботливым, конечно, заботливым. Хозяйственным должен быть. Честным, честным в первую очередь. Наринмарцы стали лучшими танцорами в Арктике. С большой победой из Мурманска возвратилась юная танцевальная пара. Школьники стали лучшими в исполнении латиноамериканских спортивных танцев. Лучшие из 169 танцевальных пар. Юные танцоры из Ниньского округа Александра Сахарова и Егор Примакин стали победителями турнира «Кубок Арктики», который прошел в Мурманске. Как ребята дотанцевали до триумфальной победы, узнала Любовь Пермякова. Александра Сахарова и Егор Примакин танцуют один из самых популярных латиноамериканских спортивных танцев. Ча-ча-ча. Музыкальность, гибкость, грация, стиль видны в каждом движении. Такого мастерства удалось добиться благодаря многочисленным тренировкам, которые у пары проходят практически каждый день. Мастерство на паркете ребята пришли осваивать совсем маленькими, но свое первое знакомство с миром танца помнят до сих пор. Мы с другом пришли, мы танцевали танец маленьких утят и я хотела дальше танцевать. Меня привела сюда мама. И ты потом поняла, что все-таки хочешь заниматься? Ну, на самом деле желание пришло не сразу, но в дальнейшем мне очень понравилось заниматься больными танцами. Тяжело? Иногда бывает, да. Двух способных учеников сразу отметила руководитель танцевальной студии Юлия Андреева и объединила их в танцевальный дуэт. И как оказалось не зря, вот уже второй год пара радует своего тренера яркими победами. В прошлом году ездила и та же пара, Саша и Егор. И действительно, в прошлом году мы победили, заняли первое место. И в этом году, конечно же, хотелось повторить такой успех, но не ожидали, что это будет настолько триумфально. Действительно триумфально. Ведь на турнир Кубок Арктики по спортивным танцам, который проходил в Мурманске, съехались лучшие спортсмены из городов и регионов Арктической зоны России. В конкурсе участвовало 169 пар разных возрастных категорий. Самому младшему участнику было 4 года, самому старшему 52. Танцевальные дуэты боролись за медали и кубки в 26 категориях. Наши ребята стали лучшими в возрастной категории 10-11 лет. Да, переживания просто для других пар – это родной паркет, а для нас нет. Это честь для нас, что мы заняли на этом паркете первое место. Справиться с волнением и завоевать победу помог папа девочки Сергей Сахаров. Все это время он, не отрывая глаз, следил за каждым движением пары. Более другой поддержки не было, поэтому, конечно же, было волнение, но поддерживал как мог. В первую очередь, конечно же, душевно. Когда объявили первое место для пары из Нинско-автономного округа, спортивный клуб «Артика», конечно же, я сначала не поверил, подумал, что, возможно, где-то какая-то ошибка. Но нет, когда пара уже вышла, заняла почетное первое место на пьедестале, конечно же, чувство, в первую очередь, чувство гордости. А гордиться было чем. По двум программам – латиноамериканской и европейской, которые включали в себя ча-ча-ча, самбо, джайв, квинстеп, танго, румба, вальс и другие, все члены жюри по каждому танцу поставили первое место. В итоге ребята заняли почетную ступень пьедестала, став обладателями золотых медалей и главным призером турнира – Кубка Арктики-2016. Такова была информационная картина этого дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.